Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители, с вами информационно-познавательная телепередача «Семейный доктор». Квалифицированные специалисты Центра современной медицины «Медитерра» сегодня в программе расскажут нам, какие последствия и осложнения могут возникнуть при травмах позвоночника. Также вы сегодня в программе узнаете, какие новые инновационные методы лечения существуют. Не переключайтесь, будьте с нами. Настала пора осеннего периода времени, и это значит, что скоро начнутся обильные дожди и, возможно, преждевременные снегопады. Снежные заносы, гололед, сменяющие друг друга оттепели и заморозки. Это я к чему? А к тому, что никто не отменял законов притяжения, и падать правильно нас тоже никто не учил. Поэтому именно в осенние и зимние периоды и до ранней весны люди получают катастрофические травмы позвоночника. И эти 6-7 месяцев очень большая угроза, как для людей пожилого возраста, так и для молодых. Сегодня на медицинской площадке Центра современной медицины «Медитерра» мы расскажем вам, а точнее врачи-неерохирурги расскажут, что из себя представляет травма позвоночника и, конечно же, переломы. Травма позвоночника, как таковая, была актуальна во все времена. И в условиях военной медицины, и в условиях гражданской медицины. Инвалидизация при травмах позвоночника. Несмотря на все успехи нейрохирургии, травматологии, ортопедии, все-таки чрезвычайные. Особенно это касается, конечно, тяжелых травм, связанных с падением с высоты, с балкона, с высоких этажей. Автотравмы, связанные с переворотом автомобилей, с лобовыми столкновениями. Люди получают подчас тяжелейшие травмы шейного отдела, грудного отдела, поясничного отдела, позвоночника. Разрывов связочных аппаратов позвоночника. Травмы могут сопровождаться с выключением спинного, спинального кровообращения, спинного мозга, всех функций. Или могут просто быть изолированные травмы позвоночника, кости, без повреждений спинного мозга и без внедрения в спинальный канал. Самой тяжелой в этой ситуации является травма шейного отдела позвоночника. Летальность, то есть смертность, при этом иногда достигает 50, а то и 90%. Потому что обездвиженный человек, как говорится, только остается голова профессора Доуэля по знаменитым романам Беляева. Голова одна жить практически не будет, отделенная от туловища. А туловища – это тяжелейшие двигательные расстройства, тяжелейшие трофические расстройства, пролежни, тяжелейшие посттравматические пневмонии, заболевания, поражения почек, кишечника и так далее, и так далее. Все это приводит, даже если человек выживает в ближайшие минуты, часы после травмы, постепенно приводит к его гибели. Переломы шейного отдела позвоночника актуальны и распространены в летнее время, особенно в сезон купания. Масса ныряльщиков появляется. Кто в состоянии алкогольного опьянения, кто по трезвому делу. Люди с разбегу ныряют иногда на глубину 50-90 сантиметров головой в дно втыкаются, в песок, ломают при этом шейные позвонки. Естественно, с повреждением шейного отдела. Есть пациенты, которые после травмы позвоночника могут вообще не ходить никогда. Могут некоторые просто лежать парализованные. В моей практике такие были, которые ныряли в воду, ломали шейный отдел позвоночника. И просто молодые пацаны после выпускного при купании на Копчегае по сей день парализованные лежат. И не рассчитывали в глубину, и головой ударялись об дно. Пациента мы оперировали неоднократно, но он все равно неходячий. Он пришел неходячим. Руки, ноги не работают. Я думаю, что страшнее ничего не может быть уже. Ни для кого не секрет, что позвоночник – очень важный орган нашего организма. С ним переплетена наша жизнь. Почему так важно иметь здоровый позвоночник? От состояния позвоночника зависит здоровье всего организма. Позвоночник отвечает за выносливость человека, а она намного важнее обычной физической силы. Ведь человек бодр, активен, силен только в том случае, если все его мышцы и внутренние органы в хорошем состоянии. От этого зависит не просто отсутствие недугов, а гораздо большее здоровье. Почему же для организма человека так важен позвоночник? Позвоночник – это основная часть скелета. Он придает телу необходимую форму. К позвоночнику присоединяются большие и малые мышцы и связки спины и живота. Они противостоят силе тяжести, поддерживая тело в вертикальном положении и фиксируют место всех жизненно значимых органов, которые размещены вдоль позвоночника. Ну а в центре позвоночника располагается спинной мозг. Спинной мозг – это магистраль, которая соединяет наши конечности с головным мозгом. Если на каком-то уровне идет преграда, информация от наших рук, от наших ног не поступает в голову, обратного импульса нету, мы не можем сделать что-то. Импульс – это рефлекс. Мы что-то почувствовали. Импульс моментально пошел нам в голову через спинной мозг и сразу отдал обратно. Да, это ручка, с ней можно писать, ее надо держать вот так вот. Вот, это рефлекс обычный. Но если на каком-то уровне позвоночника идет преграда, уже дальше импульс не идет. Все, на этом стоп идет. Это выпадение идет, рефлексы. Не менее распространенный, наряду с вышеперечисленными переломами, существует и компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника. Там бывают компрессионные переломы с повреждением позвоночного, с внедрением осколков в позвоночный канал и повреждением спинного мозга или спинномозговых корешков. Если есть повреждение спинного мозга, спинномозговых корешков, либо внедрение осколков кости в позвоночный канал, Тогда уже малоинвазивная хирургия откладывается. Приходится делать хирургическое лечение, где производится декомпрессия позвоночного канала и стабилизация позвоночника транспедикулярными винтами. Немаловажными факторами, связанные с позвоночником, являются также заболевания центральной и периферической нервной системы. Очень большой процент инвалидизации в стране проявляется с повреждением периферических нервов. Чаще всего это банальные бытовые травмы, полученные человеком в области предплечья, плеча и ягодиц, падения на различного рода осколки, повреждения седалищного нерва. На удивление часто возникающая вещь, но и часто пропускается. Это очень большая проблема. К сожалению, не все хирурги и травматологи владеют правилами правильной обработки нервов. Мне доводилось встречать больных, у которых нерв сшит с сухожилием. Одно сухожилие неадекватно сшито с другим сухожилием. Нерв неправильно обработан, неправильно сшит, он никогда в жизни не срастет, не заработает. Подобных ситуаций в жизни я очень много могу вспомнить. Но это проблема. Это тоже люди-инвалиды. Люди-инвалиды, которые имеют право на совершенно специализированное обслуживание. Чтобы не доводить состояние здоровья до плачевных ситуаций и не усугубить, нужно вовремя обращаться к квалифицированным специалистам. Ведь за плечами врачей не один десяток, а тысячи людей, которые прошли через их, откровенно говоря, золотые руки. Как мы все знаем, существует два вида лечения. Это консервативное и хирургическое. И сейчас то, что вы увидите, можно отнести к консервативному методу. Прежде чем приступить, врачи-нейрохирурги тщательно диагностируют аппаратом Сейдуга область поражения. Подготовка занимает немало времени. Здесь нужна точность. От бдительности и точности врача зависит дальнейший ход операции. Нелегок труд золотых рук. Глаза боятся, а руки делают. С таким девизом наши врачи смело шагают вперед. Сегодняшняя операция прошла успешно. И сейчас пациента везут в стационарное отделение для дальнейшей реабилитации. Это пожилые женщины. Мы им делали малоинвазивную хирургию. То есть вертевропластику, цементирование. Под эопом выгоняли полость поломанного позвоночника, цемент. Это все делается под местной анестезией, так как нам нужен контакт с больным, чтобы знать, куда боль эрадиирует, куда отдается боль. Или именно в области нашей манипуляции. Поэтому человек должен быть в сознании, и мы с ним разговариваем. Методика – это не новая. Не мы ее придумали. Но мы ее здесь инновационно внедряем. Потому что до нас, в этой клинике, этого не было. Мы с удовольствием ее внедряем. Вольным вводим цемент. Вольной практически на другой день может встать, ходить, сидеть. С любым повреждением позвоночника, с любой, там, не оперированной даже иногда опухолью. Вот до недавнего времени еще. Множество переломов груда поясничного и поясничного отдела позвоночника. Тактика была однозначна. Полтора, два месяца, три месяца категорический постельный режим. Вставание в корсете. Не сидеть полгода, год. Больной выбывает из обычной нормальной жизни. Что теперь? При подобного рода переломах грудопоясничного, поясничного отдела позвоночника, больной может себе позволить введение цемента. Правда, иногда по показаниям. Специальным, узким. И после вертобропластики, после введения цемента, он практически здоров через несколько дней. То есть от момента травмы до момента выздоровления проходит не 3-4-6 месяцев, а проходит 2-3 недели. Каждому пациенту нейрохирурги назначают индивидуальный подход к лечению. Все зависит от степени перелома или травмы. Перелом позвоночника. Бывает смещение позвоночника. Бывает его взрывной компрессионный перелом. Бывает разрыв связок. Бывают простые компрессионные переломы без внедрения в позвоночный канал. Это все оценивается и выбираются методы лечения. Либо это хирургическая тактика, либо это малоинвазивная тактика. Малоинвазивные методы – это вертобропластика, цементирование позвоночников. А хирургическая тактика – это уже когда идет повреждение спинного мозга или корешков, либо внедрение осколков в позвоночный канал. То мы перебегаем к хирургической тактике лечения. Устанавливаем винты, декомпрессию позвоночника делаем. Вольно-невольно задаешься вопросом – как обезопасить себя, своих детей от такой тяжелой напасти? Человек просто должен оберегать себя. Больше мы ничего посоветовать не можем, потому что это травма. Ты не знаешь, как она произойдет. Это, например, инфекцию можно предупредить. Не ходи розетой, не ходи там, где много болеют людей. А травма – мы не знаем, что с нами случится, выйдя сейчас за дверь. Поэтому сказать, как это, просто себя надо беречь. И все. И в конце нашей программы, дорогие телезрители, хотелось бы сказать, в свою очередь не доводите свое здоровье до колясочного состояния. Ведь высшее благо достигается на основе как физического, так и умственного здоровья. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, своих близких и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин